Здравия, соратники! Мы в славном Градибар в Черногории. И, естественно, тут есть раскопки. И, естественно, назвали это какая-то триконховая полеохристианская церковь 5-9 века. Ну да, ну, как всегда, показали классику. Только они назвали это местом для помолиться. Давайте посмотрим повнимательней. Казалось бы, ничего интересного. Но тут присутствуют камешки, которые являются кристаллами. Вот они, вот они, срез. Вот это те самые камешки, которые вдруг я показывал. Это те самые окаменевшие частички чего-то живого. Вот красненькие. Это мышцы. Тот самый смешанный с известью раствор, который присутствует и в Турции. Я увидел его, показывал. Тот самый раствор, который присутствует и в Питере, и в Москве. Куда выходят вот эти вот ответвления, никто не говорит. Хотя это еще одна стена. Что я хочу всем этим сказать? Вот какая сила вот так срезала, как ножом. Что вот это за помещение, в которое нет входа? Вот тут еще есть какой-то вход, якобы. Все это закопано на много метров вглубь. Мы видим вот по этим странным помещениям, им костям, которые, судя по этим камешкам, а это не кирпич, а это камешки. Камешки, которые обработать очень-очень сложно. Вот зачем-то враги засыпали. Но вот по этим камешкам я делаю вывод, может быть, излишне самонадеянный, преждевременный, что тут было что-то вибрирующее, потому что нужно было вот этот свод сделать из кристаллов. Вот это кристаллические камешки тут. точно такая же для симметрии вот тут расположена. Получается, это был внешний контур, а вот тут мы видим такое же, но внутреннее и закопанное вглубь. Очень странная конструкция. очень странная, с очень странными, непонятными ответвлениями. Вот эта часть, понятно, что это не для устойчивости, а для чего это сделано? Зачем вот это вот промежуточное? Хороший вопрос. И вот эти маленькие помещения, которые ни к селу, ни к городу для жизни. Вот это вот зачем? Понятно, что это не опоры. Для меня сейчас понятно. Что было сверху, можно предположить, что просто небольшое, ну, типа киоска музыкального. Было такое раньше. Музыкальные киоски, которые давали просто некую энергию. И здесь было что-то подобное, потому что, ну, я не вижу верха. Такие церкви, вот, это кристаллы. Вот о чем я говорю. Вот это кристаллы. Это не просто булыжники и камешки. Это кристальчики. Вот здесь еще прожилки животного происхождения. Это когда-то было чем-то живым, а потом окаменело, а потом это поставили. То есть еще до, еще давно-давно это окаменело. Но окаменеет все быстро. Вот они, камешки. Вот они, интересненькие. Ну и пойдем в то место, которое было когда-то алтарем. Подозревая, вот здесь вот была красная жидкость. Всего лишь мое предположение. Это вот не кирпичи. Это красные, такие же кристаллические камешки, только они вот так стесаны. Вот зачем вот эти выступы? Много вопросов. Но мне кажется, в таком виде, более-менее вот в таком срезанном, она и была давно. Это как фундамент определенной формы для того, чтобы на этом фундаменте делать что-то, что формировало бы стоячую волну и раздавало ее дальше. Вот здесь вот в центре тоже место силы, хорошая энергия. Чувствуем. Вот здесь вот волна шла вниз и дальше расползалась вот так. И тут стояли две усиливающиеся одни и вторые, ну, контуры. Как бы бочки, емкости, резонаторы. Один и вертикальные, и горизонтальные, вот так. И давала, отдавала туда волна. Всегда вот такие вот полукружности. Я в Питере такое наблюдал друг напротив друга. Как бы резонатор, стоячая волна. Вот так вот. Есть вертикальная диаграмма направленности, как это назвать, не знаю, вектор. А есть горизонтальная. Вот это вот формировало горизонтальную и давало дальше. Шло вот как по волноводу сюда. Усиливалось еще раз. И тут как-то распределялось уже. Более широко. И направлялось туда, на море. Чем это было? Какой-то подстанцией или просто местом увеселения, типа ресторана. У техденсера есть хорошая стадия на эту тему. Можно только догадываться. И пока мы не восстановим эти технологии, нам всего лишь остается догадываться. Но судя по краеугольным камням, которые вот на углах, как держат вибрации. Вот они. Это все имело мало практического бытового назначения. Это имело технический, технологический какой-то смысл. Потому что, еще раз повторюсь, смысла вот в этих отдельно стоящих помещениях без входа я не вижу. Вот в этом смысла никакого нет. Вот в этом смысла никакого нет. И вот в этих помещениях без входа тоже никакого смысла я не вижу. У кого есть какие мысли по этому поводу, соратники, Пишем в комментарии Добра вам